Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется 20 новыми случаями коронавирусной инфекции. В том числе в городе Якутске зарегистрировано 19 случаев, в Нюрнгаринском районе 2 случая. По одному случаю зарегистрировано в Вилюйском, Мирненском, Нюрбинском, Алёпминском, Сунтарском, Татинском, Тампонском и Уселданском районах. Необходимо обратить внимание, что последние две недели показали увеличение случаев по районному представительству ковида. Поэтому в связи с этим я прошу внимания особо оперативным штабам Алёпминского и Тампонского района обратить внимание на те случаи, которые у них возникли, и, соответственно, осуществить все необходимые действия. За сутки лабораториями Республики проведено 1037 исследований. Всего с начала пандемии обработано 1 млн 16 794 теста. По состоянию на 5 апреля 2021 года в Республику поступило 100 912 вакцин. Первую вакцину получило 60 742. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент у нас использованы из поступившей вакцины 68% от поступивших в целом в Республику. По районам Республики с понедельника началось распределение вакцины, маркировка её в субботу закончена. Приоритетом среди по вакцинации остаются пожилые граждане. На настоящий момент данная группа граждан, пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями, остаются в группе риска, которые должны пройти первоочередную вакцинацию. В связи с этим перед Министерством по делам молодёжи, перед Министерством труда поставлена задача в обязательном порядке обеспечивать вакцинацию пожилых граждан, для чего усилить соответствующую волонтёрскую работу и, соответственно, отработку по тем пожилым гражданам, которые как проживают одиноко, так и со своими родственниками. Говоря о пожилых гражданах, я хочу обратить внимание на то, что на настоящий момент стали появляться и участились случаи собрания непосредственно общественности с участием пожилых граждан. Ещё раз обращаю внимание организаторов. Для пожилых граждан старше 65 лет и лиц, застрадающих хроническими заболеваниями, в Республике Саха-Якутия установлен режим самоизоляции. Есть исключения из режима самоизоляции – это те лица, которые прошли вакцинацию. В связи с этим организаторы несут полную ответственность административно установленную соответственно указом главы Республики Саха-Якутия при нарушении данного правила. То же правило касается и социальной дистанции. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на настоящий момент перед Министерством здравоохранения поставлена базовая задача – это увеличить реабилитационный фонд тех, кто переболел ковидом. В связи с этим, соответственно, через свои поликлиники необходимо чётко провести запись на реабилитацию для того, чтобы мы видели потребность 2021 года.